Такие вот заготовочки. Сделаны простой вот печёвкой. То есть тоже, в принципе, вообще яйцо выходит себе, стоимость небольшая. Недорого и красиво, пожалуй, каждый захочет получить такой презент. Юлия Четверухина может в этом помочь. Из повседневных вещей она делает праздничные. Здесь дизайнерские куклы, рамки для фотографий, сувениры и даже специальные торты для новорождённых из памперсов. Делаю вот такие вот штучки оригинальные. Заказываю тоже, просят. Как бы знакомые, у кого вот ляльки в больнице лежали, тоже просто показывала. Лежала в Тагиле в больнице, когда вот рожала. Всем показала, и Тагил тоже просил. То есть возили туда, делала, возили туда. Женщина поняла, творчество приносит прибыль и решила всё свободное время посвящать ему. До этого Юлия работала начальником отдела кадров, но рутина надоела. Жительница Качканара разработала и удачно защитила свой бизнес-проект. От городского центра занятости получила стартап в 58 тысяч рублей. Деньги пошли на оплату аренды, где находится её сувенирный магазин и мастерская. Что-то буду делать сама, что-то уже как бы есть. Помогать пока на данный момент хотелось бы взять только мастера именно на мастер-классы. То есть чтобы в тех направлениях, в которых я не владею техниками, да, люди хотели бы попробовать, поучиться. У Юлии всё только начинается, а кто-то уже давно работает на себя. В Качканаре сейчас зарегистрировано более тысячи предпринимателей. Несмотря на кризисное время, всё больше людей хотят открыть своё дело. Специалисты считают, в малых городах перспективы для этого есть. Здесь достаточно большой уровень предпринимательской, так скажем, активности. И это тоже не может не радовать. Первая тема, то есть как бы люди, раз. Второе, всё-таки те ресурсы, которые здесь есть. Здесь есть земля, здесь есть избыток энергоресурсов. Однако в Качканарском центре развития предпринимательства считают, открыться и начать работать – это полдела. Намного сложнее выдержать конкуренцию. Главная у нас проблема сейчас встала перед нашими предпринимателями – это сети. Федеральные, да? Да, федеральные сети. Поэтому вот тут многих наших предпринимателей сети эти посадили, и товарообороты у многих упали. Но качканарские бизнесмены не сдаются. У них есть предпринимательская жилка, и это помогает им оставаться на плаву. Елизавета Наконечникова, Айгуль Размётова, Интера ТВ.